Итак, добрый день. Это специальное интервью для портала GoodGame.ru. Его берет Гриша Комикс. И я хочу взять интервью у одного очень старого, маститого игрока команды Агейминг Омск. Это Краулер. Пожалуйста, расскажи нам свои впечатления об этом ВЦГ. Как тебе вообще организация... Это был на очень многих ВЦГ, да? Как тебе организация этого турнира? Здравствуйте. Ну, вообще, как всегда, в Москве все это проводится на высшем уровне. И все, как всегда, мне понравилось. Ну, как бы, я не знаю, что еще добавить. Мы под впечатлением. Сыграли мы, конечно, не на лучшем уровне, но могли, конечно, получше сыграть. Но все понравилось, как бы. Вот, приехали. Вот сейчас ждем посмотреть финал. Очень интересно будет. Посмотреть, как люди сыграют. Организация, ну, все идеально. Мне понравилось все. Конечно, в сибирских отборочных турах можно было и получше все сделать. Ну, и тут, в общем, все классно, как всегда. Вот. Ну, что еще могу добавить? Расскажи немного об играх. Какие игры были тяжелее, какие легче. И вообще, в целом, о выступлении команды. Доволен, недоволен? Хорошо. Ну, на самом деле, если честно, я не доволен выступлением своей команды. Потому что, во-первых, у нас группа была одна из самых легких. Первая групповая стадия. И мы просто ее взяли, отдали. Сыграли две игры, ничью. Как бы, это очень печально, я так считаю. Мы раньше приезжали. То есть, первые групповые этапы мы не отличали никого там от врагов. Всегда их убивали и занимали. То есть, выходили в полуфинал, играли хорошо. А сейчас две ничьи их и просто выход на М5. Ну, как бы мы и ожидали, что сыграем с таким счетом. Но все равно могли бы и получше сыграть. Ну, и еще можно сделать скидку на то, что мы мало тренировались. У нас в команде сейчас два молодых парня. Очень талантливые ребята. Нам с ними хорошо, у них получается. Назови ники двух молодых ребят. Это фосы хэдшот. Очень молодые ребята. Им по 17 лет. Ну, по сравнению, нам по 23, по 22. Им 17 лет. Но я думаю, с ними можно попробовать серьезно потренироваться и добиться нормальных результатов. Ну, хотя бы на российском уровне попасть разочек в троечку. Можно бы было. Ну, сыграли вот так, попали в восьмерку. Это, я думаю, на первый раз неплохо. Для парней это первый выезд был. Для двух молодых наших ребят первый выезд был. Я считаю, это нормально. Но все равно хотелось бы лучше сыграть. И реально у нас был шанс. Вот первая групповая нам далась тяжело. Мы хотели с первого места выйти, а вышли со второго. Следующий вопрос. Я хотел тебя спросить. Вот сколько ты уже играешь в КС? И не собираешься ли ты с ним завязывать? На самом деле я очень много играю в КС. Ну, допустим, уже лет 9, но профессионально лет 6. То есть сначала просто как маленький мальчик ходил в клуб, потом заболел этим всем делом, начал тренироваться. Первая поездка в Москву. И тут же мы занимаем четвертое место. Ну, все. Мне было 17 лет. Я заболелся, заболел, начал тренироваться усиленно. И все. И начали расти, расти потихоньку вверх и вверх. И вверх. Ну, сейчас, к сожалению, у нас нет уже таких возможностей. И спонсоров таких, которые бы нам давали именно хорошую тренировочную базу. Частые поездки, допустим, в Москву. Интернет плохой в Сибири, тренироваться тяжело. Но мы как можем так и тренируемся. Что делать? Надо как-то тренироваться. Ну, вот так вот. Не, ну, сколько? 8, да. 8-9 лет уже играю почти с одними и теми же людьми. Ну, то есть в нашем костях 3 человека в команде. То есть 2 нольких, а в основном мы вот втроем играем. Ну, вот. Ну, сейчас состав, я бы сказал, наверное, такой, средненький. Но надо подтягивать молодежь, чтобы они росли. Ребята горят желанием. Я думаю, почему бы и нет. Ну, вот так. Следующий вопрос. Года 34 назад все тебя жутко боялись. Ты был один из таких игроков, который наводил ужас своей стрельбой. Все говорили, что, о, от краулера, он играет под веществами. Его невозможно убить. Там, на дотрейне, там, невозможно вообще, человек никак не убивается. Расскажи вот сейчас, как твоя форма, как ты ее оцениваешь. Она такая же, как была тогда, или она хуже, или какая-то стабильность, или хуже. На самом деле, моя форма сейчас хуже, чем была раньше. Здесь тем, что раньше у нас были и тренировочная база была в Омске. То есть, это была квартира, пять компьютеров мы там играли, тренировались. Сейчас, во-первых, у нас нет спонсоров на частые выезды, нет тренировочной базы. Вот. Интернет плохой в Сибири. Ну, как бы, и поэтому тренировок меньше, игровой практики меньше. Ну, и все, и поэтому, как бы, тяжеловато сейчас тренироваться и держаться на российском уровне. Причем, российский уровень подрос. Профессиональные игроки стали намного тяжелее. Вот. Команда М5, да и не только М5. Как бы, тяжеловато сейчас играть. Вот. Что-то есть. Так, ну, наверное, последний вопрос. Расскажи немного о своей, как бы, личной жизни, там, работа, учеба, там, девушке. Да, у меня есть и девушка, и я учусь в институте. Правда, только поступил. Были проблемы с армией, но сейчас все в порядке. Получил военный билет, поступил в институт физической культуры. Ну, и, конечно же, у меня есть желание и возможность сейчас тренироваться еще и играть в Counter-Strike. Я хочу, и набрали молодых парней, и остается только, чтобы пожелали нам удачи. Как бы, есть желание, как бы, есть что рассказать молодым людям, и, вот. Спасибо большое за интервью. С нами был Краулер Омск Агейминг. Счастливо тебе, спасибо за интервью. Спасибо большое, всего хорошего.